В Турции сочетаются традиции Европы и Ближнего Востока. Собор Святой Софии, которому более полутора тысяч лет, это невероятно. Самая потрясающая голубая мечеть 17 века. Мы с Робином впервые встретились на юге Турции, и через три года мы снова работаем здесь вместе. Турция предлагает прекрасный шоппинг. Я еле сдерживаю, чтобы не купить всё. Дам 15. 30 – слишком много. Последний раз, когда я приезжал сюда, не помню, чтобы тут было так много туристов. Всё изменилось, как для Турции, так и для нас. Мы авторы путевых очерков. Мне нравится культурный аспект путешествий. А мне опасные и рискованные приключения. Джулия Даймонд, Роберт Эссер. Главное – найти истории, которые вдохновляют. И которые будут продаваться. О чём не напишут путеводители по Турции. Мы направляемся в восточную Турцию, которая более консервативна, нежели западная. Женщины здесь ходят в платках. Мы ещё не вышли из здания аэропорта, а разница уже заметна. Есть над чём задуматься. После трёх лет приключений я превратился из туристов в писателя-путешественника. Бросил работу в городе, пожертвовал удобствами. Я могу спать на диване и жить в дороге, но... Это работа моей мечты. Здесь так жарко. Представьте, что вы обожгли рот острей пиццей. Но я чувствую это не только во рту, но и во всём теле. Так много стран и много историй. Путешествия помогают познать мир и самих себя. Всё постоянно меняется, и мне нравится писать о происходящем в колонке о путешествиях. Но редакторы этого не хотят. Поэтому я выбираю истории, которые подходят к жанру путевых очерков, но несут в себе социальный подтекст. Как и мы, восточная Турция сильно изменилась за эти годы. Мы с Джулией отправляемся на разведку. Похоже, мы привлекаем много взглядов. Мужчины сидят на низких стульчиках посреди дворов и пьют сладкий чай из маленьких стаканов. Их густые усы, плоские кепки и традиционные широкие серые штаны мало изменились за последние столетия. А я нашла кулинарные курсы, которые устраивают женщины, что не характерно для этой части Турции. Это родина кебаба. Разнообразие блюд просто королевское. Кебаб из баранины, холодное супы и пюре, тёплый хлеб, кюфта и море сладостей. Традиционные лакомства. Правильно приготовленная турецкая еда – это очень вкусно. Я как будто беременный. Кто-то съел больше других. Оставайся там, мой малыш. Турцию редко считают страной вкусной еды, но путешествие на Восток докажет, что турки знают своё дело. Я нашла ресторан, которым владеют и управляют женщины. На первый взгляд, это обычные кулинарные курсы, но я хочу узнать о феминизме в регионе и борьбе женщин за свои права. Привет, вы Ибру? Да, очень приятно. Ибру дает уроки готовки для путешественников, которым интересна турецкая кухня. Но дело не только в еде. Вы первая женщина, открывшая свой бизнес в Мардине. Да, ресторан. На кухне тоже работают женщины, можете посмотреть. Я бы хотела побольше узнать о проблемах женщин в Турции. Но сначала мы идём на рынок. Отличный рынок, очень оживлённый. Женщины, участвующие в экономике, это относительно новое явление для юго-восточной Турции. В деревне всё ещё заметно неравенство полов. Многим женщинам не разрешается получать образование, выбирать мужа и работать. Посмотрите на продукты, они прекрасны. Вы всегда ходите с туристами на рынок? Да. Смесь турецких и сирийских веяний. Салаты с гранатом, фаршированные баклажаны, кебабы. На рынке мы купили свежие цукини, травы и помидоры. Но наша история не только о продуктах. Во время готовки происходят самые интересные разговоры. Сочетать ингредиенты и специи – это искусство. Так же, как и находить баланс между феминизмом и бизнесом восточной Турции. Это наша кухня, будем готовить здесь. Отлично. А девочки нам помогут. В регионе, где женщины обычно не работают вне дома, Ибру дала им возможность работать. Я постоянно путешествую, почти не готовлю. Это не религия, это санитарные нормы. Мы не хотим волос в еде. Я не готовлю и не навожу порядок. Я и кухня – понятия несовместимые. Берегите пальцы. Стараюсь, не хочу отрезать себе палец. Пахнет хорошо, мне нравится. Будет вкусно. Главное – это специи. С этим у меня проблемы. Я со специями на вы. Делаю простые блюда, вроде тостов. Хватит? Да. Переперчила. Это самый страшный кошмар любого мужчины. Джулия на кухне с большим мачете. Это петрушка или кориандр? Вот что я люблю в путешествиях. Приходите в подобные уникальные места. Это мой девиз. Ну, хватит. Это почти кускус? Нет. Совсем не кускус? Нет. Раскатываем шарик. Так, да? Нет. Похоже, есть специальный метод. Джулия, делай заново. Хорошо. Она суровая учительница. Кастрюля кипящего масла. Когда 8 лет назад она открыла ресторан, реакция местных мужчин была отрицательной. Женщина открыла заведение, в котором подают алкоголь. Многим было сложно это принять, но мужчины все же смирились. Я впервые готовлю традиционные блюда турецкой и сирийской кухонь. Потрясающе. Перевернутая кастрюля с бараниной, фасолью, луком, рисом, баклажанами и корицей. Тяжелая. В восточной Турции все меняется. Ибру сделает так, чтобы женщины стали частью этих перемен. Я вас обслужу. Ее ресторан стал успешным, и она планирует открыть второй нож в Стамбуле. Как сказать приятного аппетита? Вашьелу? Афиатусу. Афиатусу. Это смесь вкусов острого, сладкого и немного пряного. Прямо как моя история. В последние годы количество американских туристов на Ближнем Востоке заметно возросло. Во многом это обусловлено возросшей популярностью религиозного туризма. Восточная Турция предоставляет отличные возможности. Люди со всего света посещают места зарождения своих религий, таких как христианство, иудаизм или ислам. Куда направимся? А тебе это интересно? Ты же не религиозно. Слушай, истории и архитектуры всегда были для меня испытанием. Правда, я не считаю их интересными. Мне нравятся люди. История мне интересна только в контексте современной жизни людей. Но я думаю, что многим людям это будет интересно. Нам будет непросто оживить эти скалы, камни и пещеры. Помнишь книги, где можно было сравнить современный вид сооружений с историческим? Я бы хотел так же. Хотел бы вернуться на две тысячи лет назад, чтобы посмотреть, как все выглядело. Мы можем сделать это с помощью слов. По легенде, Авраама бросили в огонь. Но, по Божьей милости, огонь превратился в воду, а дерево – в рыбу. Это произошло здесь, в Бали-Клигол. Для некоторых туристов это священное место. И вредить тысячам карпов, которые плавают в пруду около мечети, незаконно. Вы можете их покормить, купив хлебные крошки за поллиры. Эти карпы, должно быть, выиграли какую-то рыбью лотерею. Сквозь толпы верующих туристов я вижу мечеть XIII века. Говорят, в пещере под ней родился Авраам. Мне придется надеть хиджак. У меня рубашка с длинным рукавом и длинные брюки. Осталось покрыть голову. Для мужчин и женщин разные входы. Люди снимают обувь и ждут в очереди. Больше похоже на мечеть, чем на пещеру. Мечеть построили над пещерой. Куда нам? Сюда. Здесь родился, возможно, самый важный человек, отец ислама, христианства и иудаизма. Пещера маленькая и сырая. Стеклянный экран закрывает внутреннее святилище. Рядом с двумя окранами стоит одинокий пластиковый стакан. Считается, что Авраам прожил 175 лет. Эта вода, наверное, очень полезная. Я подумал, как много людей пили из этой чашки, и что я пью воду своих предков. Если я выпью эту воду, то буду жить так же долго, как Авраам? Я ничего не гарантирую, но это вкус истории. Вкусно. Большое спасибо. Спасибо. Неважно, религиозен ты или нет, но есть что-то трогательное в этом священном месте. Преданность посетителей, истории, окружающей его. Четверть второго ночи мы отправляемся на гору Немрут. Найденные в 19 веке немецким геологом статуи на вершине горы стали достопримечательностью. Их называют «восьмым чудом света», и, похоже, это впечатляющее место. Посмотрим. Вперед к приключениям. Во времена, когда цари возводили статуи во славу самих себя, Антиох создал гору Немру – огромный трон для статуй самых главных богов. Перерыв на чай-туалет. Две тысячи лет там наблюдают красивые восходы. Ну вот, приехали. Прохладно, но когда взойдет солнце, потеплеет. Не часто встречаешь рассвет с богами. Ветрено. Здесь две площадки – западная и восточная. Если меня не подводят познания в географии, то для наблюдения восхода нужно идти на восточную площадку. На вершине горы Немрут находится известняковая пирамида высотой в 55 метров, которую возвели для почитания короля Антиоха I, властителя Коммогены, который правил за век до рождения Христа. Здесь теплый и свежий ветер. Как будто меня обдувают боги. Чтобы присоединиться к своим богам, Антиох построил огромные статуи – Зевса, Аполлона, Фортуны и Геракла. На другой стороне пирамиды, а также статую себя любимого. Он не только приравнял себя к богам, но и сделал так, что даже солнце встает и садится ниже их ступни. Кажется, пришли. Здесь уже какая-то группа людей, а в воздухе присутствует магия. Туристы. Автобусов нет, круизных лайнеров тоже. Но это туристы, точно. Круто. В своих путешествиях я не раз наблюдал восход. Но встречать его вместе с туристами, сидящими на каменном постаменте, было волшебно. Все ждут восхода. Прошлый лучший восход был в Боливии, но этот должен стать самым уникальным. Потрясающая энергетика, отличный кадр. Займу место среди зрителей. С каждой секундой небо менялось. Сиреневая, цвета лаванды, нежная метистовая вуаль. Уже видно, появляется. Этого все и ждут. Идеальный золотой яичный желток пробился сквозь зазубренные края отдаленных гор. Я слышал восторженные вздохи, которые обычно вырываются при виде фейерверка, а также щелчки фотоаппаратов. За полчаса туристы разошлись. И остался один сидеть на площадке. Они привыкли к руинам и пришли только ради восхода. Но я оказался между потрясающим солнцем и троном со статуями, которым две тысячи лет. И я бы хотел побыть здесь подольше. Забрался на камни, наслаждался видом. Это Месопотамия. Колыбель цивилизации. Здесь появлялись библейские империи, началась эволюция современного человека. Сегодня эти статуи потрескались от возраста. Их головы были сняты, но они обращены к солнцу. Греческие письмена на камнях рассказывают туристам о вере короля и убеждают их оставаться верными своим богам. Известниковые статуи высотой от 8 до 10 метров излучают магию. Это Аполлон, бог света и ума. Фортуна, богиня удачи, счастья и плодородия. Статуя Геракла сломана ниже бороды, но его глаза остались неизменными, как сама история. Раньше здесь был храм, и какие бы ритуалы там ни проводили, они создавали эмоциональный резонанс. С 9 часов становится жарко. Некоторые места стоят того, чтобы встать так рано. Волшебный рассвет плюс волшебные руины равно волшебная история. Время меняет все. От ландшафта до жизни. Со временем нашей последней поездки сюда мы сильно изменились. И библейский туризм отражает изменения в Восточной Турции, которые произошли за несколько столетий. Из Сирии идет песчаная буря, поэтому небо такое темное. Пугающе. Пыльно. Из-за песчаной бури небо превратилось в сепию, пока мы бродили по руинам Харрана в Восточной Турции. Харран известен своими домами-ульями, построенными из соломы и грязи. Выглядят непривычно из-за своей конической формы. Автобус привез пару десятков туристов. Я удивился, что это израильтяне, жители еще одной священной земли. Нам повезло. Поговорим с туристами, обратим внимание на самобытные элементы нашей истории. Давайте узнаем, почему люди приезжают в эту часть света. Для иудеев этот регион так же важен, как и для христиан с мусульманами. Время не щадит никого. Оранжевое сияние освещает камни, которые раньше были исламским университетом, известным во всей Месопотамии. Когда-то это был роскошный высокий дворец с зеркалами, драгоценностями и гаремами. А сейчас просто груды камней. Руины. Это руины. Для кого-то камни, для кого-то руины. Ресницы покрылись пылью. Я пробиралась через бурю, как будто я потерялась в пустыне и ушла далеко от места раскопок. Раскопки тут начались только в 80-х годах. Представляешь, что лежит под этими камнями? Это еще неизвестно. Все находки нужно обработать волшебной водой. Возможно, осколок посуды. Откуда ты знаешь? Жаль, что ничего не видно. Не делай глупостей. Сфотографируем, как ты толкаешь колонну. Я много путешествовала с тобой, я знаю. Помнишь, где мы познакомились? Три с половиной или три года назад. Почти в этот же день. Да, и мы вернулись сюда, в Турцию, во второй раз. И делаем совсем не то, что раньше. Это здорово. Теперь у нас будет полная картина. Паркур! Ты думал, что станешь писателем-путешественником? В самых безумных мечтах, когда я сидел на работе и смотрел в окно. За ним был большой мир, и я не думал, что стану писателем-путешественником. Что вообще хочет им быть? Это же самая сложная работа в мире. Это одна из самых желанных работ. Интересно, будут ли Нью-Йорк, Лондон, Париж и Токио выглядеть так же через 4000 лет? Ты оптимист. Неделя в Турции частично была ностальгией, частично приключениям и частично религиозным познанием. Было здорово вернуться в страну, где мы с Джулией познакомились и вспомнить прошлое. Мы наслаждались последней ночью в Турции и решили, что мы не были бы здесь, если бы не удача, усердный труд и немного веры. Три года назад ты думала, что наше возвращение в Турцию будет таким? Со съемочной группой. Я не думала об этом. Это было предначертано судьбой. Здорово снова вернуться в Турцию вместе с тобой. Спасибо, Джулия.